Поймать как можно больше покемонов. К этому ровно год назад стремились любители игры Pokemon Go. Мировой тренд за считанные дни добрался и до Иванова. И если у большинства интерес к поиску фантастических зверей пропал в течение нескольких месяцев, то заядлые ловцы играют до сих пор. Вместе с женой и сыном Евгений каждый вечер старается выбраться в город и с помощью смартфона собирает покемонов. Достигнув определенного результата в игре, участники должны объединиться в команду. Евгений в нашем городе одну из таких возглавляет. Мы изначально просто познакомились и уже кто-то, допустим, отсеялся, кто менее общительный. А основной костяк такой команды красной, он общается с самого момента выхода игры, сначала уже год. И мы вместе проводим время, общаемся и не на только игровые темы. Мы как уже хорошие знакомые, кто-то друзья. Инициативу своего мужа Надежда поддерживает. Ей нравится гулять, общаться и знакомиться с новыми людьми. Играет уже год. За это время она собрала все виды покемонов, которые можно встретить в России, а их больше двухсот. Играет в свободное от работы время, вечерами и по выходным. Я бы не сказала, что это детская игра. Мне нравится мультик покемоны. Я смотрела его и сейчас очень рада, что выпустили игру на основе этого мультика. Соответственно, мы можем окунуться в детство и поиграть еще. Pokemon Go создана по мотивам культового сериала нулевых про покемонов. Как и любая игра, она азартная, соревновательная. Между командами происходят бои. Чьи покемоны сильнее, те и побеждают. Сейчас в Иванове лидерство удерживает именно команда красных. Елизавета попала в нее случайно. Играет она тоже с прошлого лета. 18 июля ровно год как увлеклась ловлей покемонов. Нравится то, что больше времени как-то проводишь на улице, познакомилась с очень интересными людьми, вот как вот Евгений. То есть много знакомых также просто из других городов. Студенты такие же. Они просто начинают играть, не знают города ничего, знакомятся с нами. Мы им показываем город, им нравится и начинается общение, у них появляются друзья. Несмотря на прошлогодний ажиотаж вокруг игры, в России официально установить ее на свой гаджет до сих пор нельзя. Игровое сообщество связывает это с политическими разногласиями. Сами разработчики не комментируют, когда Pokemon Go можно будет легально скачать и в нашей стране. Игроки полагают, что с выходом публичной версии каждый сможет поймать самого известного покемона Пикачу. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иванова.